В Москве прошла 11-я областная научно-практическая конференция «Молодежь и религия», где богословы, священнослужители и представители органов власти сферы образования Москвы и области обсудили вопросы духовной жизни молодежи. Более 10 лет встречу организует совместный комитет по физической культуре и спорту, туризму и работе с молодежью Московской области и Московская епархия. Все подробности у наших корреспондентов. Подобный форум с участием богословов, представителей органов власти, вузов уже в пятый раз проходит в стенах Московского государственного областного университета. Завершающий год учителя в России определил тему конференции «Пастырь и молодежь». В своем приветственном слове митрополит Крутийский Коломенский Ювеналий отметил важную роль пастыря – учителя-наставника. Очень часто от помощи духовника зависит, смогут ли люди разобраться в своем внутреннем мире, повороте грех, страсти, сделать правильный выбор жизни. И здесь поддержка священника в буквальном смысле слова неоценима для их идущего по жизни человека. Социальные, духовно-нравственные проблемы сегодняшнего времени определяют работу духовенства с молодежью на самых напряженных участках. Их труд был отмечен на встрече знаком губернатора Московской области «Благодарю». Активность духовенства, сотрудничество со многими организациями сплачивает вокруг церкви немало детей, подростков, молодежи. Их духовная жизнь начинается у порога воскресной школы, а продолжается уже в сестричестве, православном хоре, лагерях отдыха, спортивных клубах. Протоиерей Андрей Коробков, благочинный церквей Орехозуевского округа Московской епархии, не скрывает, что трудности работы с молодежью его не пугают. Работа с молодежью, она самая благодарная, потому что сразу есть отклик. Она всегда, можно сказать, духовно вдохновляет и заряжает того человека, кто работает с молодежью. Потому что все-таки очень много талантов, много идей, много проектов, которые мы воплощаем в жизнь, они связаны отчасти и от молодых людей. Несмотря на то, что роль православной церкви в жизни общества неуклонно возрастает, современная молодежь еще живет идеалами, далекими не только от церковных канонов, но даже от элементарных нравственных принципов. И здесь, как никогда, необходима духовно-просветительская работа пастыря. То есть просто...